Ой, я заметила такую закономерность, вот участник на кастинге получает от одного или от всех наставников нет, да, и потом попадает к определенному наставнику в команду. Если ты понял, что я сказала, имел в виду... Да, я понял, понял прекрасно. В случае Сереги, например, да, вот это нет не спроста, это проверка на прочность. Серега говорит, нет, чтобы потом вышел артист и сказал Сереге да. Серега, правда? Да, безусловно, безусловно, нет сказанное на этапе отбора, не значит то же самое нет, когда мы делаем финальный выбор, да, и человек проходит прямые эфиры. И в нашем случае мы имеем дело с абсолютно уникальным человеком, образ которого настолько неповторим, настолько ярок, настолько редок на большой сцене, что он достоин представлять мою команду, достоин открыть это шоу. Дамы и господа, встречайте, благородный белый рыцарь нашего проекта Пьер Эдель. Меня зовут Пьер Эдель, я из Парижа. Я лысый, у меня порядка 80 татуировок, я сплю в носках, потому что мерзливый и острый я не ем. Эй, мэн! Ну вот здесь, наверное, все-таки, может быть, да. Я сделал первую татуировку, когда мне было 16 лет. Это был небольшой трибал, абстрактный, чернуха, на левое плечо. А дальше продолжил, потому что почувствовал, что это моя тема, и мне это нравится. Я написал автобиографию, чтобы продать миллионы книг, экземпляров и стать богатым. В моей книге очень много откровенных моментов о жизни, путешествиях, о гастролях, рок-н-ролл. И, собственно, все то, что хочется прочесть в биографии любого музыканта. Твое путешествие по шоу-таланту, оно для чего? Точно так же, как некоторые люди ходят в кино или в бар или еще куда-нибудь для того, чтобы развлечься, вот я с удовольствием хожу на ТВ-шоу. Не голосуют за человека с закрытыми глазами. Это, к сожалению, не голосовательно, поэтому я говорю нет. Все на тебя жалуются. Сложный человек там и такой, ну, с характером там, все, гнет свою линию. Такое впечатление, что обо мне говорят, ты понимаешь? В любых каких-то отношениях нужно немножечко оттолкнуть сначала, и вот тогда начинается эта игра. Иногда ты говоришь человеку нет, чтобы потом сказать да. Да, это такое профилактическое как бы нет. Невозможно всегда говорить да на все, иначе это неинтересно. А вот теперь самое интересное. Это и есть мягкая сила. Когда мы помогаем, да, но артист не понимает, что мы помогаем. Соответственно, это снимает с меня полностью любую ответственность. И поэтому я могу кайфовать по полной. Пусть он так думает. Пьер Эдель. От прыжка до полета всего один шаг. Знаешь, каждый мечтает с рождения летать. От прыжка до полета вся жизнь в глазах. Так быстро мелькает. Мы не хотим умирать. От прыжка до полета всю храбрость собрать. Прыгну, даже не зная, что окажется там. Но тяжелее лишь бой. Самим собой 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 бой. От прыжка до полёта Луна так близко Знаешь, это так манит Научиться летать От прыжка до полёта Всего один шанс И как каждый мечтает Взлететь, не упасть От прыжка до полёта Всю силу собрать И так крепко ногами На землю нам встать Потяжелее лишь бой Самим собой бой Самим собой бой Самим собой бой Самим собой бой За право быть мной Сколько баны билось Сердце бойца Бойца Ванзив Сколько во судьба тебя не пила Не прячь лица Лица Держись Сколько во судьба тебя не била Не прячь лица 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 Держись АПЛОДИС АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это был Пьер Эдель Я напуган Меня напугал артист Вообще что это было Типа хэви метал Именно типа хэви метал Потому что хэви метал требует вообще-то другого качества Высокого мужского вокала А здесь нас Назальный звук Носовой этот призвук Головной звук И я в кресло вот прямо вонзился буквально Это тяжело слушать Это неправильное какое-то пение сумасшедшее Потом мне совершенно не понравилась артикуляция И дикция в запевах в куплетах Это все было невнятно Контраст был между запевом и припевом Но запев Куплет нужно тоже Хорошо проговаривать Пропевать четко Не так чтобы была каша во рту И потом я эту песню слышал неделю назад В исполнении Татьяны Прохоренко Участницы Руслана Олехно И через неделю ее поет Пьер Эдель Сергей Васильевич я знаю в чем секрет Вы с этого начали вы просто испугались Ничего страшного Я весь даже вспотел Да вы знаете Сергей Васильевич прав эту песню В прошлом эфире исполняла моя Участница моей команды Татьяна Прохоренко Значит Ну что ж выбор так выбор Пьер вот у меня знаете Вот такое пожелание Я соглашусь вот с тем что сказал Сергей Васильевич По поводу назального звука действительно Да это в этой песне Может быть нужно было более расщепление На открытом звуке петь вам Да вот особенно припевы Если вы эту песню эту композицию Будете использовать в своем репертуаре Для выступления среди людей Просто вот с эмоцией другой Да вот отдайтесь Вы себя просто сдерживали А у вас все есть для этого Вы профессиональный человек Участвовали во многих конкурсах Международного масштаба Да просто более открыто Более эмоционально Более не сдержанно Не надо себя сдерживать У вас вы смотрите Что-то здесь то на плече Вы рыцарь Правильно да Поэтому поздравляю Ведущий Русланновитянечка Прохоренко Да ведь что Спел эту песню лучше Подождите Ну давайте потом До Татьяны дойдем Согласен Согласен Изначально песня женская Поэтому Ольга Ну я напоминаю нашу договоренность Внегласную Либо хорошо либо никак По крайней мере Первый прямой эфир Мы удивлены просто Я могу знаете что сказать Пьер Вот действительно не прячьтесь Не прячьтесь за этим образом Удивлена немножко выбором песни Если честно Пьер Я вот вашего выступления Очень ждала сегодня Потому что Была вами очарована И на кастинге И во время стульев И когда мы все в лагерь приехали Потому что вы очень типажный Очень интересный Очень яркий Как герой нашего фактора байну И как артист Возможно Может быть Немножко эта песня Вас не раскрыла Вот именно сегодня Но Пожелания на будущее Пожалуйста Откройтесь Не прячьте пожалуйста Ни вашего Татуировки Ни вашего лица И ни ваших возможностей Тоже не прячьте пожалуйста Вы можете намного Намного лучше Я уверена Спасибо Ольга Спасибо Вы знаете ведущие это те же зрители И вот мне честно Очень понравилось У меня мурашки были Спасибо супер А вот есть ли у мурашки У твоего наставника У Сереги от этой исполнения Сейчас узнаем Он тоже напуган наверное Господи Нет Нет Я за вас немножко переживаю Сергей Васильевич Вот вам нельзя Такие экстремальные эмоции Переживать Берегите себя У нас еще много времени Много времени До суперфинала Я благодарю Пьера За такое великолепное выступление Это было самобытно Это было сильно Это было очень сильно И Комментарии моих коллег Которые не на шутку Разволновались После такого сильного выступления Говорят о том Что ты попал В яблочко От судьбы твою К счастью Решают зрители А не наши Судейские комментарии Спасибо тебе Спасибо Серега Да действительно Зрители Решают твою судьбу Но я бы не уходила На твоем месте еще Пьер Видите как вы расстроились Сергей Васильевич Нашего участника Пьер очень скромный человек Вот и ну ты Посмотрите Давайте все таки Обратимся к зрителям Если вам понравилось выступление Пьера Эдели Это правда Воинственное Красивое выступление Львиного сердца Проголосуйте же за него Обязательно Пьер вернулся Постой пожалуйста с нами Прошу прошу Ничего Ничего Наши дорогие телезрители Обязательно звоните По номеру 8 8 10 10 10 6 Номер Пьера 0 3 Ну или отправляйте Сообщение на номер 28 85 0 3 Я повторю Но только Не торопитесь Сделайте это Как только Споет 12 по счету Артист И будет открыто Голосование Пьер Эдель Мощный Удивительный Пьер Эдель А вот теперь Под аплодисменты Твоих истинных поклонников Да Пьера Эдель Спасибо 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 Спасибо